Приветствую на канале Коллекционер цветов. В этом видео вы увидите мои зимостойкие многолетники, цветущие в июне, с названиями и краткими рекомендациями по уходу. Этот видеообзор поможет в выборе цветов для зоны зимостойкости растений 6, 7 и 8. Я показываю свои результаты выращивания на песчаной слабокислой почве. Герань гималайская махровая. Выращиваю ее из одной деленки. Этому кустику второй год и это его первое цветение. Я не укрываю эту герань на зиму даже листьями. Посажена она на солнечном месте в песчаную почву. Особенного ухода, кроме полива в засушливую погоду, она не требует. Вредители обходят ее стороной. После цветения я обрезаю цветоносы. Листва остается декоративной все лето. К загиранию слива посажен лютик едкий махровый. Ему уже третий год. Разросся он из одного маленького растеница. Цветет с мая по июль. Лучше всего посадить его на влажном солнечном месте у пруда. Но у меня он растет в сухой песчаной почве. Лютик от слова лютый. Осторожно, растение ядовитое. Это рис левигата с варигатной листвой. Я посадила два года назад по незнанию на сухое солнечное место. Маленькая деленка долго принималась, плохо росла. Я обратила на это растение внимание только сейчас, когда увидела его цветы. Почитала про него и поняла свою ошибку. На этой картинке под номером два показана правильная посадка этого ириса у водоема. Он должен расти в воде на глубине до 20 сантиметров. К сожалению, у меня нет такого пруда. Поэтому я пересажу ирис в самое влажное место, которое найду в своем цветнике. Лаванда стыхацкая французская. Посажена мною три года назад маленькой деленкой. Прекрасно прижилась и даже выдала пару цветочков в год посадки. С каждым годом куст пышнее. После цветения я его обрезаю на одну треть. Зимует лаванда без укрытия. Посадила ее на солнечное место в исходную пищадную почву. Отдельно я ее не удобряю, но каждой весной я разбрасываю минеральное удобрение по всему цветнику. Тимьян ползучий или чабрец. Легкий в уходе, засухоустойчивый, зимостойкий, пахучий. Достаточно посадить небольшую растенец. Он разрастается острым ковриком. У меня в двух цветах, белый и малиновый. Размножить легко, просто отломать веточку и прикопать рядом с материнским растением. И она через несколько недель укоренится. Так как почвы у меня кислые, тимьян этого не любит. Весной я добавляю почву известь. Этот тимьян я не удобряю. В стрижке он не нуждается. Поливаю его заодно с другими растениями. Василисник желтый, обитатель болотистых лугов и берегов рек. Хорошо принялся и исправно цветет, даже в моем цветнике в песчаной почве. Растение высокорослое, до метр восьмидесяти, поэтому требует опоры. Зимует без укрытия, влаголюбиво. После цветения украшает цветник серебристой ажурной листвой. Декоративный лук Allium Globe Master. Имеет длительный период цветения. Довольствуется бедная песчаная почва, без частых поливов. Медленно размножается, поэтому брать лучше сразу несколько луковиц. Роза Тусканий. Сорт выведен в 1958 году. Является самым старым из гальских роз. Красивый темно-винный цвет и белеветовые лепестки. Эта роза выживет практически в любых условиях. Очень хорошо размножается. Молодому растению нужно выделить хотя бы метр свободного места для роста подземных побегов. По соседству с розой Вероника большая. Очень неприхотливая. Любит солнце, зимостойка. К почве не требовательно. Вероника сорта Шерли Блю высотой до 30 сантиметров. Цветет с мая по июль. Эуфорбия или молочай сладкий. Сорт Хамелеон. Кустик до 50 сантиметров высотой. Проявляет свой окрас лучше всего при солнечном местоположении. В полутени более зеленый. Не переносит тяжелых и влажных почвах. Хорошо себя чувствует на легких вещаных почвах. Зимой без укрытия. Колокольчик Портеншлага один из самых распространенных видов. Прекрасно зимует без укрытия и в бесснежный период остается ярко-зеленой куртиной. У меня он посажен среди суккулентов в легкой почве на самом солнечном месте. Катула щетинистоволосистая. Родина Южная Африка. Многолетнее травянистое растение, формирующее плотный коврик высотой до 5 сантиметров. Хорошо растет на глинистопесчаных почвах, на солнечных местах, на восточном склоне альпинария. В уходе котула неприхотлива. Я ее не обрезаю, не подкармливаю и не укрываю на зиму. По соседству гвоздика травянка. Один из лучших сортов бриллиант. Компактные кустики, раннее цветение, яркий окрас. Хорошо размножается самосевом. После цветения требует обрезки. Цветение Седума Форстера. В июне цветет большинство видов Седума. И на заднем плане колокольчик персиколистный. Роза Ругоза Рубра. Колючий кустарник до метра высотой. Цветет с мая по июль. Предпочитает солнечные места, но выносит затенение. Быстро растет. Устойчив к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды. Не требователен к почвам. Держу его из-за того, что его так любят садовые жмели. Мой любимый однолетник, который я могу смело отнести к многолетникам, так как я его посеяла пять лет назад и того времени никогда не оставалась без его цветов. Сеется сам, морозостойкий, не требователь ни к почве, ни к поливу. Единственное, что нужно, солнечное место. Цветет продолжительно, обильно. Очень изящное растение. Высокое, около 70 сантиметров в высоту. Я очень советую посеять весной семена гилии и головчатой и наслаждаться ее цветением голубыми шариками в течение лета. Герань садовая сорт Бруксайт. Куст достигает ширину 90 сантиметров, поэтому я его иногда подвязываю, чтобы он не притенял растение вокруг. Цветет очень продолжительно. Растение любит прямые солнечные лучи, но без проблем переносит легкое притенение. Неприхотливый, устойчивый к засухе. Почва подходит рыхлая, плодородная, в меру увлажненная. Ясколка войлочная. Зимостойкий, засухоустойчивый, светолюбивый вид. Нельзя сажать этот цветок в темно-влажном месте. Почву ясколка примет любую, бедную, каменистую, песчаную. Морозы ясколка переносит без проблем. Часть ее побегов даже остается облиственной. И весной растение быстро восстанавливается. Ромашка садовая, беспроблемное растение. Не требует ухода. Зеленеет зимой и летом. Очень засухоустойчиво. Я только слежу, чтобы она не разрослась по всему саду. Следующее растение я вырастила из семян. Инкарвилея делавея или садовая глоксиния. Зацветает на второй год. Цветет в июне-июле. Созревают семена, но самосева она не дает. Можно посеять эти семена и вырастить отличные саженцы. Морковки корневища советуют выкапывать для зимовки, но я так ни разу не делала. Она у меня прорастает каждую весну и цветет. Правда, несколько растений все-таки вымерзло. То ли вымокло, то ли их кто-то подгрыз. Есть еще сорт с белыми цветами. Также хочу его завести, потому что цветы огромные, высокие. И в уходе глоксиния не сложно. Я ее только поливаю и удобряю, как и все многолетники в своих цветниках. Два года назад посадила лилейник небольшую деленку Стелла де Ора. Но оказалось, это два растения в одном. Позади него вырос гемеракалис желтый. Теперь нужно как-то разделить эти два куста. Что мне представляется сложным, пока растут вместе. На солнечном месте, в песчаной почве. Хотя лилейники не требовательны к почвам, предпочитают они увлажненные, богатые перегноем, слабокислые почвы. На одном месте растут 7-8 лет и больше. В засушливый период желателен полив. Продолжаю показ неприхотливых многолетников. В основном для солнечных и полутенистых мест. Выращивать которые могут даже новички. Благодаря названиям ботаническим и народным, эти растения будет легче найти в продаже или обменяться ими. Алиум молли, декоративный лучок для переднего плана, невысокого роста, около 20 см. Порадует в пасмурный день светящимися желтыми цветочками. Разрастается и, как и другие виды лука, имеет один недостаток. Его листья начинают желтеть, поэтому он у меня посажен в перемешку другими цветами. Большую часть года на перстянка выглядит скромно. Но цветущие на перстянке достигают 2 метра в высоту. В моем саду она живет исключительно путем самосева. Сама выбирает все подходящие места. Я просто оставляю в первый год розеточки и на второй год они цветут. Вербейник точечный, очень быстро разрастается. Любит солнце, но может расти в полутени. Ему достаточно 10 см плодородного слоя земли, так как корневая система поверхностная. Цветет почти 7 недель до середины августа. Очень жизнерадостный, неприхотливый, засухоустойчивый, не болеет. Я им очень довольна. Хочу еще приобрести его в оригадную форму. Зверобой олимпийский. Название говорит само за себя. Это растение выживает в экстремальных погодных условиях. На бедных почвах и солнечных местах. Чувствует себя прекрасно. Карликовый куст. Хорошо держит форму. С огромными желтыми цветами. Цветет долго, продолжительно. После цветения я его обрезаю. И его резные листочки еще долго украшают цветник. Растение легко размножить, отделив небольшую деленку с частью корневища. Роза Нью Дон. Великолепный повторно цветущий плетистый сорт. Который практически постоянно цветет. Способен расти даже на бедных почвах. Имеет отличную зимостойкость. Даже новичок может вырастить эту красивейшую плетистую розу. Постоянно цветущим розам нужны подкормки. Куст не нуждается в сложной обрезке. Достаточно легкой формирующей. Выращиваю ее из маленькой деленки с небольшими корешками. Подкормила в мае. Сейчас июнь она цветет. Очень довольна этим растением. Цимицифуга даурская растет в природных условиях на Забайкале. Хабаровский край. Этому растению нравятся долины, луга, поляны с сухой почвой. Растение может жить на одном месте до 25 лет. Живучая, неприхотливая, зимостойкая. Высотой до двух метров. Как и большинство растений в моих цветниках. Цимицифугу я выращиваю из молодой деленки с открытой корневой системой. Не стоит этого бояться. Все растения с открытой системой можно приобретать и выращивать их. Они отлично принимаются, если создать им подходящие условия. Зобник Рассела. Долговечное растение 60 сантиметров высотой. Южного происхождения. Поэтому любит солнечный, жаркий, безветренный уголок сада. Иначе рост будет слабым. Я выбрала не совсем удачное место для посадки. Пол дня это растение находится в тени от забора. Но похоже ему хватает солнечного света. Растение цветет впервые. Дейция. Подожду пока разрастется и пересажу на солнцепёк. Дейция. Это листопадный кустарник. Цветет в июне. Очень обильно и продолжительно. Цветет на прошлогодних побегах. Это стоит учитывать при обрезке. У меня посажен на полном солнце. Горец Purple Fantasy или персикария. Начинает цветение мелкими цветочками. Получила три года назад три неукорененных черенка. И вот что получилось в итоге. Хорошо разрастается. Морозоустойчивый. Но весной может обмерзать и затем заново обрастает. Компонула точечная Элизабет. Крупные колокольчики. Легко разрастается. Цветет с мая по июль. Если провести обрезку, будет продолжать цветение, но в скромных объемах. Совершенно неприхотлив. Может расти как в тени, так и на солнце. Зимуют любые морозы. Кентрантус. Очень обильное и продолжительное цветение. После обрезки зацветает повторно. Дает обильный самосев. Любит плодородные почвы, освещенные места. С поливом главное не переусердствовать. Он может вымокать. Мне нравится он тем, что даже зимой и ранней весной его кустики зеленеют. А его самосев легко пересадить в нужное место. И взрослые кусты нужно омолаживать после 3-4 лет. Камнеломка плетеносная. Ее часто выращивают в горшках. У меня хорошо разрастается в полутени. В песчаной почве. С частыми поливами. Не удобряю. Обрезаю только отсвевшие цветоносы. И листва остаются декоративные все лето. Размножить ее не составляет труда. На конце столона молодое растение с корешками. Его просто присыпать землей. Отделить от материнского растения. И через год оно обрастет такими же столонами с детками. Зимует без укрытия. Морозы здесь до минус 12 градусов. Зиму бесснежную. Традисканция Андерсена. Неприхотливый зимостойкий многолетник. Растет на одном месте до 5 лет. Это как раз куст 5-летнего возраста. Разрастается вширь. И дает обильный самосев. В нескольких цветах бывает. Фиолетовый, лиловый, розовый, белый. Очень выносливое растение. Не требующее ухода. Цветет все лето. Я его не удобряю. Растет в песчаной бедной почве. На солнцепеке. И в округе у всех соседей оно насеялось. Это видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь вам понравились мои цветочки. И ваш список желаемых растений пополнился. Буду рада вашим отзывам. И подписке на мой канал. С вами была Ирина. Коллекционер цветов. Всем удачи и процветания.